Это как высший пилотаж в авиации. Тройное сальто в исполнении Максима Караваева и Тимофея Иванова. В программе спортивных акробатов из старого городка таких элементов два. Это абсолютно уникально, потому что ни одна мужская пара не делает ни одного тройного сальто. А у них два в одной комбинации. У них сумасшедшая сложность. И у них, и у четверок наших, и у смешанные пары. Поэтому в целом по результатам этого года, который прошел, они вне зоны досягаемости. С этой программы Максим Караваев и Тимофей Иванов завоевали золото. Сначала чемпионата мира, а потом и чемпионата Европы. Вторая победа далась тяжелее. Слишком маленький перерыв был между соревнованиями. У нас три упражнения. Первое это балансовое упражнение, то бишь это статика. Мы верхний вот Тимоша стоит, я его держу. Второе упражнение это уже вальтижное. Это броски мы называем или динамика. То есть я его уже подбрасываю, он там крутит разные элементы, сальто, пируэты. И я его ловлю, он приземляется. И третье упражнение это уже комбинировано. У нас то есть состоит как из балансовых элементов, так и из вальтижных. Чтобы научиться делать сложные элементы требуется от 400 до 600 повторений. За одну тренировку не более 15 раз. Успех старогородковских акробатов – не везение, а упорный труд спортсменов и их тренеров. Тренировки дважды в день, шесть раз в неделю. Воскресенье – выходной. Надо очень много работать. Конечно, нужен обязательно талант, но без большой работы ничего не получится. Надо работать и работать. Тимур Владимирович Гургенидзе, Ивас Владимирович Гургенидзе и Гургенидзе Ларисы Борисовны. Это замечательные тренера. Мы их очень любим, очень уважаем. Они нам практически уже как семья. Мы находимся с ними постоянно в зале, каждый день. Видимся, общаемся. У нас очень хорошее общение. Мы понимаем, помогаем друг другу. После чемпионата мира 2018 года команда акробатов обновилась. Опытные спортсмены дали дорогу молодым. Конкуренты надеялись, теперь у них есть шанс на успех. Надежды оказались напрасными. Наши спортсмены не только не опустили планку, но и установили ее на новом, более высоком уровне. Обычно, чтобы добиться такого результата, требуются годы. Акробаты из старого городка не впервые ставят рекорды. Вся команда, включая командный чемпионат и личное первенство, практически все золотые медали наши. То есть это не то, что классно или еще что-то. Это просто уникально. Такого никогда, нигде не было ни в одной школе. Во-первых, это из одного региона. Более того, практически из одного города все это. Весь этот коллектив мощный. Здесь нет армейской дисциплины, зато есть взаимопомощь и понимание того, что работа идет на общий результат. Старшие помогают младшим. Да и сами тренеры – чемпионы с мировым именем. Они растут на примере тех, кто перед ними выступал. И поэтому они такие и ответственные, и красивые, можно сказать. И отношение само в зале такое дружеское. Тут нету никто, никого не гнобит. Наоборот, мы в каждом стараемся рассмотреть его талант и создать такую программу, где наибольшая проявится их способность. У нас, если вы обратили внимание, даже сейчас, вот смотрите, работает пара одна, а страхует их Кирилл Старцев. То есть мы все друг другу помогаем. И вот в этом процессе, то есть взаимовыручки какой-то. И они же все слышат, воспринимают все это, подсказки, замечания. И они в это же время как бы учатся, они все все время при нас. У нас никто не огнушается того, чтобы вот сейчас подойти к каким-нибудь маленьким деткам и начать им там подсказывать, что-то рассказывать. После ошеломительного успеха на чемпионате Европы, казалось бы, можно отдохнуть. Но пандемия спутала все карты спортсменам. Зимой в Баку пройдет чемпионат мира по спортивной акробатике. Примерно столько же времени до Кубка мира. А значит, впереди тренировки в режиме нон-стоп. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.